Климатологи всего мира бьют тревогу. Миру скоро грозит новый ледниковый период. Эту сенсационную гипотезу ученые выдвигают на основании фактов, которые они фиксировали на протяжении последних 10 лет. По мнению экспертов, их достаточно, чтобы утверждать, планета уже начала замерзать. Август 2004 года, Антарктида. Метеорологи фиксируют температурный рекорд. Рядом с японской станцией под названием Купол Фудзи появляется новый полюс холода. Температура 91,2 градуса по Цельсию. Январь 2010. Новый температурный рекорд. Но на этот раз аномалия зафиксирована не на безлюдном ледяном континенте, а в одном из населенных пунктов восточной Якутии. Там столбик термометра показал 61,5 градуса. Это самая низкая температура на всем северном полушарии. Даже на северном полюсе было теплее. И наступление холодов не остановилось. Очень скоро убийственный мороз нанес удар по США и Канаде. Январь 2014 года. Туристов, прибывших на обзорную площадку Ниагарского водопада, ожидал шок. Вместо свергающейся в бездну воды, они увидели ледяные колонны. Водопад практически замерз. Льдом покрылся Гудзон, а жители Нью-Йорка надевали на себя по 11 слоев одежды, чтобы не замерзнуть на улице. Зима 2015 года продолжила эту катастрофическую тенденцию. Ниагарский водопад вновь был скован льдом. И это позволило канадскому альпинисту Уиллу Гаду впервые в мире совершить восхождение по замерзшей части водопада. Что же на самом деле происходит с климатом? Девушки отдыхают. Мирового искусства «Охотники на снегу» гениального голландского живописца Брейгеля-старшего. На первый взгляд ничего привлекательного для тех, кто не искушен в искусстве. Однако на самом деле эта картина шокирует. По замыслу Брейгеля это полотно должно было символизировать зиму. Сюжет действительно зимний. Однако мало кто знает, что над самой картиной великий живописец работал также и весной. И писал, как говорится, с натуры. Толстый снег, вооруженные охотники, люди, катающиеся на примитивных коньках. Все это могло быть обычным и для голландского марта. Но может быть аномально холодная зима и весна – это исключительное явление, которое случилось только в 1565 году. И только в Нидерландах. Вы посмотрите на картину, например, там, Кальбейна, Кранаха, которые изображают, ну, это 15-16 век, да, вот эти зимы, зимние развлечения. Мы видим там на картинах, как взрослые дети катаются на коньках по льду Темза. Темза не замерзает с тех пор. В галереях стран Европы десятки бесценных доказательств того, что с климатом Старого Света не все было ладно в середине 16 века. Эту картину написал другой голландец Абрахам Хондиус. Он жил на столетия позднее Брейгера. Детали, которые заметны на картине Хондиуса, пугают. Полотно называется «Замерзшая Темза». Но если присмотреться к картине, то заметно, что замерзла не только Темза. На берегу заметны не просто ледяные корки, которые покрывают каменные сооружения, но и гигантские глыбы льда. Просто обломки айсберга. Европа превратилась в морозильную камеру. Можно еще там вспомнить, как оно было при Борисе Годунове, когда начались просто аномальные заморозки. До сих пор, кстати, нет единого мнения у геофизиков, чем они были вызваны. Но одна из версий, одна из гипотез именно научных, не простая версия, это гипотеза, что это было вызвано одним или двумя извержениями крупных вулканов. Где-то в Южной Америке называются даже эти вулканы. Вроде бы действительно было тогда извержение. И что привело к эффекту, сходному с эффектом ядерной зимы. Снижение температуры, да. То есть она упала везде, она упала по всему миру. Если для европейцев замерзшие реки были забавой, то для Московии аномально холодная зима натворила немало бед. Непредвиденные заморозки, по сути, уничтожили урожай. Начался голод, а за ним пришло еще более страшное бедствие. Люди побежали в Москву, в столицу. Там, где высокая скучность и голод, подрывающий иммунитет, неизбежно начинаются эпидемии. Происходит патоморфоз, то есть простуда, которую раньше укладывала человека на 7 дней в постель. За эти же 7 дней она его уже убивает. И правительству Годунову надо отдать должное, сделало все, что от него зависело. То есть общественные работы какие-то за хлеб, за кормежку. Но это не могло спасти ситуацию. Поэтому историки говорят, что Годунову не повезло. В других обстоятельствах хороший был бы царь, и, может быть, ничего плохого бы не было. Великий и безжалостный холод свергал династии и перекраивал границы стран. В истории это время получило название «Малый ледниковый период». Но кто же разбудил этого ледяного монстра? Все это одно и то же время. Московия, Россия, Русь, Московское царство, Голландия и прочее. Все это действие солнца. Сейчас, наверное, даже школьнику известно о том, что существует 11-летний цикл солнечной активности. Однако мало кто знает, что ученый, определивший этот цикл, английский астроном Эдвард Маундер, сделал еще одно удивительное открытие. В 1904 году была опубликована работа Маундера, в которой астроном подвел итоги многолетнему изучению активности Солнца. Малый ледниковый период и до этого похолодания были вызваны так называемыми минимумами Маундера, по фамилии ученого, который его впервые установил. Пик этого минимума был в 1650-1720 годах, когда замерзала Темза, когда Вильям Тель штурмовал по льду Северного моря, испанские корабли захватывал, холод максимальный. Эта солнечная активность падает почти до нуля. Елена Попова занимается изучением активности Солнца. Глядя на эту изящную блондинку, вряд ли догадаешься, что перед тобой известный ученый, кандидат физико-математических наук. Статьи Елены Поповой публикуются в солидных научных изданиях. И тема этих работ вызывает огромный интерес не только у специалистов, но и у широкой общественности. Майс-авторы Жаркова и Жарков, они проанализировали магнитную активность Солнца за несколько десятков лет и с помощью анализа главных компонентов выделили лидирующую компоненту магнитного поля. И уже Саймон Шеферт, он проанализировал с помощью определенных математических методов вот эту вот кривую в зависимости магнитного поля от времени, и нашел он некий математический закон. На основании этого закона была сделана математическая модель, которая позволяет с большой точностью прогнозировать, когда Солнце вновь окажется менее активным, и наступит период, аналогичный минимуму Маундера. Результат был такой, что вот в 30-х годах будет спад солнечной активности. То есть сейчас этот цикл текущий, он ниже, чем был предыдущий. Следующий цикл в 20-х годах будет еще ниже, то есть еще меньше вот этих пятен будет, магнитного поля еще меньше, и в 30-х годах будет минимальная величина. 2030 год. Именно на это время ученые прогнозируют уменьшение солнечной активности. Однако это не значит, что в космической печке по имени Солнце заканчивается термоядерное топливо. Сложные процессы, происходящие внутри ближайших нам звезды, ослабляет ее электромагнитное поле, которое с защитным экраном закрывает планеты Солнечной системы. Космический зонтик над нашей планетой, образно говоря, станет дырявым. И это значит, что Земля окажется под воздействием так называемых галактических лучей. Один из видов космического излучения может кардинальным образом изменить климат на планете. Гамма-всплеск. Это узкий, как луч лазера, выброс энергии, который возникает во время вспышки сверхновой звезды. Если какая-то планета даже на расстоянии нескольких десятков или сотен световых лет попадет в этот пучок, то в зависимости от силы обитателей на полушарии, обращенных к пучку, погибнут, верхние слои атмосферы будут разрушены, произойдет образование откислов азота непрозрачных, начнется опять же ядерная зима. Ядерная зима неминуемо приведет к тому, что температура на Земле начнет стремительно понижаться, и довольно скоро вместо голубой планеты в космосе будет летать ледяная глыба. Однако, к счастью для человечества, во время последнего малого ледникового периода не наблюдалось эффекта ядерной зимы. Космическое излучение не нанесло заметного вреда нашей планете. Конечно, это можно объяснить тем, что землянам просто повезло, и во время понижения солнечной активности нигде рядом не взорвалась сверхновая. Но есть и другая причина, объясняющая, почему ослабление космического экрана не вызывает резкого похолодания. Галактические лучи, они способны тоже влиять на атмосферу, на процессе атмосферы, на облачность. И оценки некоторые показывают, что может влиять тоже на процесс в атмосфере и приводить, например, вот эти все корпускулы, нагревать, например, приполярные области атмосферы и приводить к таянию ледников. Получается, что ослабление магнитного поля Солнца может вызвать не похолодание, а наоборот, глобальное потепление. Ещё одно обстоятельство ставит под сомнение, что климатом на Земле всецело управляет Солнце. Данные такие, что маундеровский минимум по времени совпал с наиболее холодной фазой малого ледникового периода, который наблюдался. То есть, если сравнить с солнечной активностью, она как вот к минимуму маундера, вот она снижалась, но потом она снова росла. Принято считать, что минимум маундера закончился в 1715 году. В этот год Солнце наконец вышло из депрессии. И как на это прореагировала наша планета? Посмотрите на эту картину. Она написана шотландским живописцем Генри Реберном в 1790 году. Больше полувека прошло, как Солнце вернулось в нормальную фазу активности. Но в Англии по-прежнему реки и озера превращены в каток. И это несмотря на то, что туманный альбион по-прежнему омывается гольфстримом. Нелучшие обстоятельства складывались и в теплолюбивой Франции. Как свидетельствует историческая хроника, особенно злой оказалась зима 1784 года. Даже весной, в апреле на улицах европейской столицы мела метель, и дома были укутаны снежно-ледяной шубой. Что касается нашей страны, то малый ледниковый период у нас продолжался вплоть до начала 18 века. Вот что написал шведский путешественник Фальк, который посетил Россию. Климат очень суров, зима жестокая и продолжительная. Часто случаются в юге в мае и сентябре месяцах. В окрестностях Барнаула снег сошел только к 15 мая, а первые листья на деревьях появились 27 мая по новому стилю. По описаниям 1826 года, в Змеиногорске зимой все находящиеся в долинах улицы и дома покрылись сугробами до верхушек крыш. Вот почему очень долго не могли открыть Антарктиду? Именно потому, что, несмотря на то, что знали, что да, то есть надеялись, что там должна быть земля, но просто не могли подойти за счет того, что очень большое количество льдов. Было холодно. И как только в 19 веке началось потепление, и мы, прежде всего, значит, вот, Белинсгаузен-Лазарев пробились, увидели, что есть этот материк Антарктиды, открыли за 1820 год, да, и затем после этого началось уже, ну, более-менее частое посещение Антарктиды. Перед вами редкие кадры. Известный ученый Алексей Корнаухов за весьма необычной работой. Именно этому создателю уникальной теории удалось установить, что на самом деле управляет климатом планеты. Гольфстрим начинает свое движение от берегов Флориды, то есть еще из Мексиканского залива, куда, значит, ветрами, посадными ветрами гонится огромное количество горячей, скажем так, экваториально-тропической воды из приэкваториальной зоны Атлантического океана. Вот, там образуется такое небольшое поднятие уровня океана, и оттуда идет поток, значит, в Атлантический океан, который дает начало течению Гольфстрима. Дальше Гольфстрим движется под воздействием так называемых господствующих западных ветров умеренных широт. Именно теплое течение Гольфстрим является, по сути, гигантской батареей, системой отопления, обогревающей северное полушарие. У каждой системы отопления есть регулятор, вентиль, который повышает или понижает температуру обогревателя. Есть такой и у Гольфстрима. На самом деле, ключевое место в Атлантическом океане, где решается вообще судьба климата всего практически северного полушария, это вот Ньюфаулинская банка, где встречается Гольфстрим и Лабрадорское течение. Конечно, Лабрадорское течение гораздо более слабое по сравнению с Гольфстримом, с точки зрения объема воды, которое оно производит. Но в данном случае мы имеем ситуацию, когда относительно слабое управляющее воздействие, как, например, в транзисторе. Место, которое определил Алексей Корнаухов, это регулятор климата планеты. Слабому лабрадорскому течению под силу изменить маршрут, по которому движется теплый поток. Если наступает вот этот критический момент, когда плотность лабрадорского течения и Гольфстрима становятся равными, то лабрадорское течение уже не может поднырнуть под Гольфстрим, оно начинает накапливаться, и оно начинает оттеснять Гольфстрим к югу. И вот восьмерка, вот это вот, когда у нас Гольфстрим течет от Флориды до... спокойно течет до Норвегии, она уже нарушается, потому что, оттесняя к югу, уже Гольфстрим не может достигнуть берегов Норвегии, он заворачивает и идет, собственно говоря, снова к берегам Африки и возвращается в виде такой уже южно-атлантической циркуляции. Последние научные исследования океанских течений не оставляют места для оптимизма. Активное таяние льдов приводит к тому, что тонны пресной воды уносятся лабрадорским течением. Тающая Гренландия во многом спровоцировала... Тут автозапуск произошел ледникового периода. Она стекала в лабрадорское течение, присняла его, он начал подниматься вверх и отсекать этот самый Гольфстрим. Вероятно, этот механизм существовал и раньше. Алексею Корнаухову удалось установить, что подобные сбои глобального термостата планеты происходили и раньше, и это приводило к невероятным катастрофическим изменениям. Когда у нас возникла такая гипотеза, что в результате оледенения у нас возникала такая большая дамба на севере. Ну, просто потому что реки, которые текут на север, и из зоны относительно высоких температур, они попадают в зону отрицательных температур, вода там начинает замерзать, они начинают покрываться льдом сначала, потом начинают выходить из берегов, лёд ломается, возникают торосы, реки разливаются, потом начинают снова замерзать, возникает такая гигантская дамба в виде наледи такой, вот, и в конце концов она запруживает эти реки. Гипотеза Корнаухова подтверждалась данными о составе почв на территории Европы и Средней Азии. Даже на холмах вдалеке от рек и озёр обнаруживались ракушки и другие окаменелости, которые подтверждали, что на этих территориях раньше плескалось море. Водой были покрыты значительные части Евразии. Так, например, практически над всей территорией современной Украины плескались волны, и вода всё пребывала. Холодное море ледникового периода стремительно расширялось, и это не могло не привести к глобальной катастрофе. Если взять кернельда, которые были получены в результате в Урине, проект назывался ЖЕСП-2, и посмотреть, когда закончился последний ледниковый период в нашей истории, и если по Платону вычислить дату смерти Атлантиды, то она буквально там в пределах отличается, в пределах 100 лет. Всемирный потоп, описанный в Библии и мифах многих народов, вновь запустил движение тёплого течения. Прорыв Гольфстрима означает окончание эпохи холода и начало так называемого межледникового периода. Дальше цикл повторяется. Благодаря Гольфстриму температура повышается, становится всё теплее и теплее, пока глобальный термостат вновь не отключит водяную печку планеты и не наступит новый ледниковый период. В естественном ходе вещей каждый подобный цикл был растянут на тысячи лет. Благодаря этому флора и фауна планеты, пусть и не просто, но успевала адаптироваться к изменению климата. Но сейчас всё не так, как в прошлом межледниковом периоде. Сейчас на Земле появился новый обитатель, который благодаря стремительной эволюции из лохматой обезьяны превратился в силу, которая способна уничтожить всю планету. Один пример – это катастрофа на нефтяной платформе в Мексиканском заливе, которая произошла несколько лет назад, привела к тому, что в течение нескольких недель в Мировой океан поступало большое количество сырой нефти. Учитывая, что авария произошла на большой глубине, в условиях высокого давления, нефть смешивалась с морской водой, и вот эта смесь, эмульсия, распространялась посредством глубинных донных течений на большие расстояния. Очень скоро растворённая в воде нефть стала подниматься и образовала плёнку на поверхности Мирового океана, охватывающую несколько миллионов квадратных километров. Очень важно, что эта плёнка оказалась в зоне одного из крупнейших течений Мирового океана – это Гольфстрим, тёплое течение, которое, собственно, обеспечивает умеренность климата, в частности, в скандинавских странах и на севере России. Так вот, в результате этой аварии температура Гольфстрима несколько понизилась, что, в общем-то, отразилось в том числе и на климате всей Европы, прежде всего скандинавских стран и Северной Европы. Подобные аварии и другие глобальные катастрофы, которые вольно или невольно провоцируют человек, могут привести к тому, что термостат планеты раньше времени переключится на знак «минус» или даже выйдет из строя. Когда именно сломается глобальная система отопления, не рискует предположить ни один учёный. Но уже сейчас поступают шокирующие данные. Гольфстрим, по сути, умирает. Недавно одна из ветвей этого тёплого течения просто отключилась. Она в какой-то степени, ну, как бы обогревает Америку. И вот был такой характерный очень момент, когда несколько холодных лет в Европе, ну, я такие вот характерные примеры могу привести, что замерзало Женевское озеро, замерзали каналы в Венеции, несколько было очень холодных лет в Британии. Вот. И потом, где-то вот последние буквально два года, не столько Европа стала, так сказать, вот страдать от холодов, сколько Америка. То есть два последних года у нас замерзает Ниагарский водопад. Как считает ряд учёных, будущий пятый ледниковый период может оказаться куда более жестоким, чем предыдущий. Рост льдов наметился в 2013-2014 по сравнению с 2000 годом. Если я вам их оставлю, сентябрьские карты в сентябре, это минимум ледовой обстановки в Арктике. И видно, что лёд, во-первых, вырос по площади и утолчился. Там отдельно лёд толще одного метра и лёд тоньше одного метра. Так вот, площадь льдов толще одного метра заметно выросла. То есть, опять же, мы здесь собираемся всё осваивать Арктику. Говорим, что там Арктика освобождается от льда, и плавать стало легко. Арктика начала опять обледеневать. Поэтому никаких таких сильных событий, которые могли бы изменить наметившуюся тенденцию, нет. И в геологическом плане она должна продолжаться. И всё дело в том, что в долговременной перспективе Земля остывает. Когда наша планета возникла из космического газопылевого облака, то была раскалённым шаром. Постепенное остывание этой огненной сферы привело к образованию твёрдой поверхности и атмосферы. Дальнейшее понижение температуры дало возможность появиться жизни. Однако, чтобы убедиться, что климат на Земле становится более суровым, необязательно отправляться на миллиард лет назад. Даже недавнее прошлое содержит немало фактов, которые могут удивить или даже шокировать современного человека. В долине Вислы, в Польше, были виноградники. Поляки пили вино. Более того, Ливонский орден, нынешняя Латвия, Ливония, они тоже делали вино. Виноградная лоза росла и на территории современной Калининградской области. Из этой деликатесной ягоды получалось хорошее вино. Напиток не из дешёвых, но был доступен и простому человеку, который зачастую баловал себя им не реже, чем пенным пивом. Пиво считалось напитком грубым для простонародия, да и простонародие им брезгало. А что такое вино? Для вина нужен виноград. А для винограда нужно не только тепло, но ещё и много солнца. Так вот, вино пили даже в Исландии. И делали его даже в Исландии. В Гренландии. Почему Гренландия? Что это означает? Зелёная земля. Когда первые европейцы, викинги, достигли берега Гренландии, эта страна показалась им настоящим раем. Никто из путешественников и не помышлял, что открытый рай со временем станет ледяным адом. Ледник в Гренландии существовал и при викингах, но площадь его была намного меньше, чем сейчас. Ещё более удивительное прошлое, вероятно, было у ледяного континента Антарктиды. Существуют карты, на которых Антарктида показана в искажённом, естественно, масштабе, что подтверждает, что легко объяснить тем, что использовались какие-то смешанные источники без указания масштаба. И что на ряде этих древних карт Антарктида показана правильно, но без полярной шапки. Там реки отмечены, даже озёра. То, что на Антарктиде есть озёра, это не миф, а факт для современной науки. Только водоёмы эти непросто обнаружить, ведь они скрыты километрами льда, который образовался из-за изменения климата. Гигантское озеро Восток долгие годы исследуется российскими специалистами. Учёные бурят скважины, чтобы обнаружить живые организмы. Читается, что Антарктида примерно образовалась 2 миллиона лет назад. И изучение подледникового озера, которое существует, получается, с тех пор, как образовалась сама Антарктида, то есть это изолированная ёмкость, такой водоём. И вот как же развивалась жизнь, если она там есть? Вот эти 2 миллиона лет параллельно с нашей земной жизнью. Если будут найдены следы жизни или даже сами микроорганизмы, это ещё один аргумент в подтверждение версии, что Антарктида когда-то действительно была зелёным континентом. Не меньшее удивление вызывают открытия учёных, которые касаются животного мира средневековой Европы. Это кажется невероятным, но в лесах Европы разгуливали сказочные животные. Народная традиция, она, как правило, всегда восходит к каким-то конкретным фактам. И вот эта вот стойкая легенда европейская о единороге. Откуда она взялась? Дело в том, что существовал европейский шерстистый носорог. Кстати, это тоже один из примеров. Это теплолюбивое животное. Они в нынешней Европе, например, жить не смогут. Хотя, в общем, по нынешнему, если сравнивать с нами, Европа, в принципе, полюс тепла. Ещё более удивительно предположение, когда именно существовал шерстистый носорог. Последние данные позволяют предположить, что легенды о том, как охотник или рыцарь повстречался с единорогом, отнюдь не выдумки. Причём последние экземпляры европейского шерстистого носорога, по предположениям, здесь, конечно, точно, ну, кладбища их нет, да, где была бы табличка с годом смерти, да, кладбище не домашних животных. Вот, по каким-то предположениям, именно версиям, не гипотезам, что последние экземпляры умерли, вымерли в Европе где-то к восьмому веку нашей эры. То есть это, в принципе, как? Это поздняя античность, раннее средневековье. То есть люди их видели, встречали с ними. Отсюда вот эти легенды о том, что рок-единорога, он целебен. Всё больше научных данных подтверждают, что человечество вступает в эпоху нового ледникового периода. Однако об этом в основном предупреждают российские учёные-климатологи. На Западе как будто не замечают приближения векового холода и предпочитают в один голос говорить, что нас ждёт глобальное потепление. Известный климатолог, кандидат физико-математических наук Алексей Кокорин, много сил посвятил защите окружающей среды и лично участвовал в разработке Киотского протокола. Вы знаете, Киотский протокол – это отчасти протокол чрезмерных неправильных ожиданий, я бы так назвал. То есть когда его писали, я был среди тех, кто физически писал. Я тогда представлял Российскую Федерацию как официальное лицо, был молодым сотрудником, и мне и полагалось в Женеве ночами сидеть и писать. Что хотели те, кто писать? Разворошить муравейник? Торговля квотами, проекты? Нет, проблему надо поднять. Разворошить весь мировой муравейник на тему климата. К сожалению, не у всех разработчиков этой уникальной экологической инициативы были такие благородные, альтруистические намерения. Американская сторона очень активно настаивала, чтобы в Киотский протокол была включена коммерческая составляющая. И они настоятельно продвигали туда именно торговлю квотами. В результате очень долгих споров, что получилось, что статью такую включили, но очень краткую, статья 17. Ну и что мы получили? Получился новый вид бизнеса – торговля эмиссионными квотами. По сути, торговля воздухом, грязным воздухом. Было подсчитано, сколько суммарно в атмосферу Земли может выбрасываться углекислого и других газов, чтобы это было безопасно для экологии и климата. Сумма распределялась на все страны. Еще раз повторюсь, по большому счету, вся вот эта инфраструктура Киотского протокола и торговля квотами, по большому счету, это новый сегмент рынка с теми же условиями, которые сегодня существуют на фондовом рынке, которые существуют на рынке углеводородов, нефти и газа. Та же биржа, те же торговые единицы, те же росты и падение ценников на пакеты, на квоты и так далее. Ну и опять же, у руля стоят американцы. Киотский протокол задумывался как один из крупнейших экологических проектов, который должен был спасти нашу планету от серьезных проблем и даже гибели. Но для наследников Остапа Бендера он оказался 401 способом сравнительно честного отъема денег. Там один из парниковых газов, который охватывает с Киотских протоколов, это некий гидрофторуглерод, который образуется как побочный продукт производства некого другого химического вещества, ну, сототипов иона. И вдруг оказалось, что если вот это другое вещество производить побольше и улавливать побочный продукт, то за улавливание можно получить такое количество денег, что сам базовый продукт просто выбросить. Он не нужен. Он не нужен на рынке. Вообще не нужен. То есть получается, я произвожу что-то, дальше улавливаю побочный выброс, получаю за эти деньги и все выбрасываю. Согласно теории глобального потепления, существенный вклад в формирование парникового эффекта вносят выбросы СО2, углекислого газа. Во многом эта теория основывается на результатах анализа кернов, образцов льда, взятых из толщи Антарктиды. А дело в том, что, значит, когда только начали анализировать эти керны, это было в конце 60-х, в начале 70-х годов, то обнаружили такую закономерность, что повышение температуры практически совпадало с повышением СО2 в этих, в образцах льда. И это как раз казалось подтверждением того, что у нас повышается количество СО2 в атмосфере, и затем идет повышение температуры. То есть это чисто парниковый эффект. Если углекислый газ провоцирует парниковый эффект, значит, нужно ограничить его выбросы. Все кажется логично. Однако сторонники глобального потепления не хотят признавать новые данные, которые камня на камне не оставляют от их стройной гипотезы. Ну, а затем, уже через несколько десятилетий, когда техника шагнула вперед, разрешение, точность измерений повысилась, то обнаружили, что в тех эпохи, сотни лет назад, что эта закономерность несколько не выполняется. Потому что было обнаружено, что эффект как раз другой, что сначала идет повышение температуры, начинается повышение температуры, и затем, вслед за повышением температуры, увеличивается СО2 в атмосфере. Конечно, эти данные не опровергают того факта, что углекислый газ сам по себе обладает парниковым эффектом. Однако, судя по новым данным, количество всего углекислого газа, который выделяет человечество, не так велико по сравнению с тем СО2, который выделяет сама Земля. Поэтому вывод о том, что СО2 – это не человеческая заслуга, а заслуга вулканической деятельности и деятельности по океану. Это первый вывод. Против вулкана не видишь санкции, не заставишь его платить штрафы. Наверное, поэтому их предпочитают не принимать в расчет те, кто делает деньги на гипотезе глобального потепления. Кема глобального потепления была придумана для того, чтобы затормозить экономическое развитие стран Третьего мира, как тогда называлась мировая окраина в те годы, еще более упрочить население и властные институты стран Золотого миллиарда. Что касается теории глобального похолодания, то эта версия страшно не нравится поводырям Золотого миллиарда. И причину этого можно легко разглядеть, если посмотреть на то, как распределялся ледяной покров в предыдущие холодные эпохи. И дни как раз спускался на Европу и Северную Америку, доходя по нашей части Европы где-то до широты Днепровских порогов, северных районов Ростовской области, а в Северной Америке до широты чуть ли не Нью-Йорка. Многие американцы обожают смотреть фильмы-катастрофы, в которых страшный катаклизм приключается именно в их родных США. Особенно приятно смотреть на превращенную в льдышку статую свободы, когда сидишь в натопленной комнате, похрустываешь теплым попкорном и запиваешь это все прохладной колой. Приятно щекотать себе нервы такими страшилками. Ведь все, что на экране, увлекательная сказка, не пылится. Однако, что случится, если зритель узнает, сейчас он видит не результат буйной фантазии голливудских сценаристов, а возможное ближайшее будущее? Скорее всего, случится паника. Замечено, что как только геологи начинают обсуждать перспективы извержения Еллоустонского вулкана, курс доллара и американских ценных бумаг немножко снижается. Вот есть такая закономерность. Потому что инвесторы, которые, инвесторы и вообще все игроки нынешнего мирового рынка глобальных денег, которые, безусловно, раздут, перегрет, представляют собой колоссальные по масштабам пузыря. Они вынуждены быть максимально чуткими ко всем такого рода сигналам. Однако реальность показывает, что состоятельные американцы и европейцы хорошо осведомлены о возможном приближении ледникового апокалипсиса и даже принимают меры к своему спасению. Но делают это, по возможности, избегая излишнего шума, почти конспиративно. Штатовцы вообще начали скупать земли. Штатовские миллионеры скуплено гигантское количество земель в Чили, поскольку они не собираются замерзать. Янки активно скупают участки земли поближе к экватору не только в странах Латинской Америки, но и в Азии. От США не отстает ее бывшая метрополия, Англия. Однако, в отличие от американцев, британцы предпочитают старый свет. Пользуются особой популярностью Балканы. Тоже как бы есть версия, что все события на Балканах, они не случайны. Да, что эту территорию необходимо расчистить на случай определенных климатических изменений, с тем, чтобы Балканы остались зоной, пригодной для проживания в будущем. Однако фаворитом среди территорий, где можно будет пересидеть ледниковый период, является не Африка или жаркий азиатский регион. Как ни странно, эта страна находится далеко от экватора. Эта страна Россия. У нас организована такая организация интересная, с названием почему-то Сион Алтай. Вот у нас Байкала, жемчужина, которая горит в этом году, и Алтай. И именно там как раз продаются земли, поместья. божатся лидеры этой самой Сион Алтая, что они всю разрешительную документацию берут на себя. Резко улучшенный аэропорт Барнаула. Выделены были деньги на то, чтобы он стал принимать самолеты, и так был, захудал аэропорт. Сейчас это совершенно нормальный аэропорт. Поэтому, я думаю, земли втихую скупаются и у нас, вот в самых наших благодатных частях. Это кажется невероятным. Страна, значительная территория, которой покрыта вечной мерзлотой, выбирается в качестве спасительного ковчега. Правда, уже ту бешеную рекламу, которую она давала 2-3 года назад в интернете, уже нет, но до сих пор она существует. Она предлагает западным английским в первую очередь интересантам земли в Алтае. Алтай – это, вообще-то, так сказать, лучшая по климатическим условиям, по природным, по рекреационным условиям часть России. Я в его весь исходил, это просто жемчужина. Почему так привлекает Россия? Для ответа на этот вопрос нужно вновь обратиться в прошлое. Дело в том, что во время последнего ледникового периода можно сказать, России повезло. А вот самое интересное, что западная, практически вся западная и вся восточная Сибирь были свободны от ледника. в силу каких-то атмосферных переносов, либо геотермических процессов, которые, с основания, могут продолжиться и впредь. Поэтому, как бы, потери России от обледенения не столь уж могут быть велики. Однако, существует опасность, что новый ледниковый период будет отличаться от своих предшественников. Все прошлые ледяные эпохи проходили без влияния антропогенного фактора. То есть, деятельность человеческой цивилизации никак не влияла на природный процесс. Ледниковый период закономерно сменяется многовековой оттепелью. Сейчас же все может пойти по неизведанному сценарию, который можно назвать цепной климатической реакцией. Больше ледников, то есть, вода, которая находится в свободном состоянии, она будет консервироваться, так сказать, в ледниках. И поэтому свободной воды будет немножко меньше. И поэтому, значит, получается, что осадков может быть вот в той же Африке может уменьшиться. В этом случае атмосфера становится суше. Возникнут пожары, которые охватят гигантские территории. И этом, смотрите, прогнозируется однозначно рост пожароопасности лесов. Есть даже целые карты, насколько будет больше число пожароопасных дней. Пожароопасности. И к этому, конечно, надо отнести очень серьезно. Это не то, что все леса и не то, что, так сказать, по всей территории России, но это очень значительные территории Южной Сибири, Приморского края и североевропейской части России. То есть, что это означает? Скажем, на североевропейской части России среднее число осадков будет больше. Будет больше. Но они будут, межгодовая изменчивость будет таковая, что то очень мокрый год, а то очень сухой. С точки зрения пожаров, это гораздо хуже, чем два нормальных. В атмосферу может быть выброшено гигантское количество продуктов, что создаст эффект, схожий с ядерной зимой. От этого температура понизится еще больше, начнется стремительный рост ледников, и это может привести к новым катастрофическим последствиям. В Скандинавии находятся кольца для лодок на высоте несколько, 4, 5 и даже 10 метров. То есть у нас все части континентов, плиты, они не могут быть не только в таком движении, но и вот в таком. И вот это почему пещера у нас под водой, и почему у нас Ботнический залив сейчас поднимается. Когда был ледник, а это километры больше льда, грубо говоря, Скандинавия была придавлена. Ледник ушел, и она по-прежнему продолжает подниматься. При негативном варианте развития событий быстрый рост массы ледников может привести к резкой деформации плит, что способно спровоцировать разрушительные землетрясения и цунами. Но даже при самом негативном стечении обстоятельств подобная климатическая бомба разорвется через тысячи или даже сотни тысяч лет. Если рассматривать перспективу на ближайшие годы, то падающий столбик термометра, как ни странно, способен поднять экономику России. Цена на естественные полезные ископаемые нефть, газ и уголь вырастут в разы. Изменится география поставок этих ресурсов, поскольку, поскольку в результате климатических изменений потребление изменится, в том числе и географически. Что в свою очередь повлечет и изменение условий обеспечения безопасности этих полезных ископаемых или месторождений полезных ископаемых. Россия единственная из крупных импортеров нефти и газа обладает мощным военным потенциалом. Баллистические ракеты с ядерными боеголовками успокоят любого агрессора. В случае начала глобального похолодания очень скоро станет ясно, что с Россией выгоднее дружить, а не конфликтовать. И речь в данном случае идет не о нефти, а о бесценном опыте. Фактически только Россия до определенного момента обладала техникой, технологиями обеспечения нормального функционирования в Арктике. Не следует говорить о том, что это только механизмы, это целый комплекс технологий, связанные с обеспечением живучести техники в сложных климатических условиях. Это и специальные виды топлива, специальные виды масел, пластик, который не разрушается при сильном холоде, различного рода покрытия, лакокрасочные материалы, даже простое стекло, и то, как бы оно должно быть определенным образом создано. Однако сторонники гипотезы глобального похолодания считают, что в ближайшие годы столбики термометров могут рвануть вверх? Парадокс. Но в этом нет ничего удивительного. Перед тем, как гигантская волна цунами обрушится на землю, сметая все на своем пути, вода отходит далеко от берега, оголяя морское дно. Происходит резкое переключение с минуса на плюс. Такой же закон противоположности работает и в климатической системе Земли. Первыми температурную аномалию почувствуют животные. Практически там вплоть до Канады есть случаи, что там вот пирания появляются. Пирания являются у нас как неким маркером таким, который показывает вот эту активность этой миграции. Есть случаи, которые в принципе-то уже доходят до северных значит регионов американского континента. Это вплоть до Канады практически случаи идут действительно находят пирания, встречают, лодят пирании, подвергаются неким нападениям в том числе. Пираньи в Лудзоне или Северных озерах когда-то это было только в фильмах ужасов. Сейчас в сфотках новостей. В Россию тоже проникают теплолюбивые монстры, только они больше и опаснее, чем пираньи. Три года назад в Примории, в Хасанском районе около Владивостока были нападения акул на человека. С весьма серьезными последствиями. После там поставили сетки и прочее. Там есть разные варианты гипотез, почему это. Но климатическое не сбрасывается со счетов. Она один из вариантов объяснения. В общем, появление акул в курортном месте, где его раньше никогда не было, но это чудовищный фактор. Сторонники концепции глобального потепления считают, что это аномальная миграция животных доказательство их правоты. Апологеты гипотезы планетарного похолодания считают, что температура планеты достигла очередного пика, за которым неизбежен спад, такой же резкий, как и подъем. А значит, Земля вступает в ледяную эпоху. Ученые спорят, спорят политики, журналисты, общественность. Но, к сожалению, кроме споров, почти ничего не сделано, чтобы наша Земля не превратилась в климатическую бомбу. Вы смотрели сам